Миллион, Артур, миллион! Всем привет! Ты попал на канал Вилка, это значит, что нужно налить себе чай, взять печеньки и готовиться к лучшему времени при прождении сзади. А мы продолжаем с тобой смотреть Кобра Кай. Это первый сезон, четвёртая серия. Что с тобой такое случилось? Чё-то не знаю, заволновался. Какая звучка? Пси мозгу. Смотрим, возвращаемся. У нас сегодня, вот сегодня, у нас с вами вообще в ближайшее время три серии Патриот, если мне не изменяет память, выходят. Вот всё благодаря поддержке Сика и Тайка. Поэтому мы говорим ему большое, пламенное, огромное спасибо. Передаём пламенный тоже огненный привет. И, соответственно, что? Всё, да? Давненько не смотрели, поэтому всё, в принципе, помним, что происходит. И начинаем смотреть. Эта штуковина накрылась, а с ней наши отпускные и свадебные фотографии. Жена в ярости. Сочувствую. Посмотрим, что можно сделать. 15 дюймов. Хорошая машинка. Не волнуйтесь. Таких по 20 штук в день приносят. Я починю. Спасибо. Нет проблем. Правда, на это уйдёт время. В этих материнских платах используют форм-фактор стандарта ATX, а с ними сложнее, чем с NEO ATX. Давайте так. Я пока выпью где-нибудь кофе и вернусь через часок. Хорошо? Самое то. Только... Фига себе, ремонтник, за час компы чинить. Это вообще нормально? Законно нет такого. Мне кажется, комп чинить, это же надо ресурс крутить. Это ещё, ну, это надо достать, да, продиагностировать. Потом починить то, что там сломалось. Или он просто хочет инфу. Вот он говорит, накрылась, инфа вся тоже накрылась. Он, может, хочет просто инфу вытащить, типа, на жёсткий диск. Тогда это больше значительно будет. Дайте пароль. Мне нужно будет войти. Это слово пароль. Личное. Не смущайтесь. Мой раз, два, три, четыре. Хорошо. Заранее вам спасибо, Эдуарда. Вы мой спаситель. Всегда рад. Ну, мы знаем... Это пароль, слово пароль? Да. А чё ты удивляешься? У тебя такое же. Соответственно, что... Нет. Ну, почти. Пароль наоборот. Нет. А почему ему нужен пароль, вы знаете, нет? Он хочет зайти в ноутбук, взять все данные банковских кредитных карт. И после этого использовать их в своих корыстных целях. Вот по его улыбке видно, что он замышляет что-то коварное, что-то злостное. Он же правонарушитель. Может, что напоминает? Вот когда я в банке работала, там мне звонили, получается, клиенты банка, и подтягивалась карточка. Когда звонит человек, типа сразу высвечиваются его данные, типа карты его, кодовое слово, которое у него на этих картах. Короче, вся информация. И он там просит какой-то помощи, и ты у него спрашиваешь, ну, чтобы его идентифицировать вначале, спрашиваешь, типа, как его зовут, там кодовое слово карты, если у него вопрос по картам. И он такой, я не скажу. Почему вы, типа, спрашиваете? А ты уже, как бы, ну, у тебя данные, ты видишь, ты просто проверяешь, и вот то же самое. Какое-то это. Блин, мысль такая крутая пришла, конечно. Какая? Касательно лампы. Но это потом. Хорошо меня слушаешь. Да я тебя тоже слушаю. У меня ещё, у меня есть вообще, у меня есть запретная информация. Могу рассказать. Какая? Блин, давай вот так. Короче, это информация. Запретная. Её воспринимать всерьёз нельзя. Повторять её тоже нельзя. Блин, рассказывать её, наверное, можно, потому что я это в шорцах видел, но я тоже расскажу, но так делать нельзя, потому что это правонарушение, это косяк, это карается всеми законами, нормами. Короче, прикинь, в банках, не знаю, как во многих банках, я знаю точно в Сбербанке система безопасности карт очень, ну такая. Слабая. Ну, можно сказать так. Короче, вот смотрите, вы заходите на страницу ВКонтакте любого человека, видите фамилии, имя, отчество и видите его дату рождения. Да? После этого вы звоните в техподдержку Сбербанка и говорите, что нашли карту вот такого-то, такого-то человека. Типа. Они такие, хорошо, и блокируют весь счет этого человека. Зря рассказал. Или что? Так, какой резон? Просто заблокировать карту другого человека? А дудосят так, дудосят. Дудо, да, дудут просто. Типа люди, вот есть специальные... Я пытаюсь вспомнить, как мы карты блокировали. Ну вот я не знаю, ну ты же тоже не в Сбербанке работала. А вот тут я, по-моему, просто я в шорте смотрел, что там именно ругались на Сбербанк, что он таким промышляет. Потому что есть целые компании, короче, организации людей, которые занимаются такой фигнёй. Они просто берут, дудосят людей. И потом, типа... А там, вот просто, я не в Сбере, но... Там какой-то срок, наверное, даётся, нет, на разблокировку? Ну, наверное, но это же ещё заморочиться надо. Прикинь, у тебя бац, карта... Я просто не конкретно с этим работала, но такие тоже звонили, и я просто их перекидывала. У тебя, вот прикинь, у тебя бац просто, и карта не работает. Вот твоё взятие забыла, а ты такой вообще сначала в испуге, потом пытаешься понять, в приложение заходишь, тоже что-то там, например, не работает. Ну, звонишь тебе в поддержку, говоришь, типа, я карту не терял. Потом вот надо, это же всё равно надо немножко заморочиться, всё это разморозить. Если ещё в худшем случае ещё ехать куда-то надо, всё это показывать, паспорт там, ну или что-то такое. А кто-то просто где-нибудь вообще в левом месте, в левой стороне, просто берёт его так и обзванит, и просто прикол создает. Ему-то это 5 секунд сделать, а тебе это, ну... потратить время значительно больше. В лучшем случае, возможно, день на это всё уйдёт. Короче, такими приколами занимаются, поэтому осуждаем, не поддерживаем. Что надо, Балраде? 15-дюймовый. Класс. Спасибо. Он типа притвачен. Твою долю занесём. Уже трое готовы отвалить четыре сотни без вопросов. Отлично. Пусть все трое половину переведут, а отдашь тому, кто придёт первым. Ура, другие двое. Им не повезёт. Они вообще обманывают всех. Они украли ноут, хотят его перепродать, да? В итоге берут деньги с троих, а дают только одному. Офигеть. Погнали! Кажется, такое легко накрыть. Что, каратэ решил заняться? Нет. Это мой грёбаный папаша. Пошли. Валим отсюда. Ты что, не узнал, что ли, его? Ну что, он в рай или играл? Нет, ты... что, это её сын. Ну, типа, нам заправят. Нет, я его не узнала, но я такой, ну, какой красивый мальчик. Ну, что он знает, да? Больше не приближайся к моему сыну. Ты меня понял? А чё он-то сразу это... Не надо было и начинать. Нет, Кобра Хай не умирает. Сейчас баллончик стрельнёт. Стрельнёт за бутылку пива и скажет, дай мне, и пойдёт разрисовывать его плакат. Ну что, скалишься? Я тогда с бутылку пива чтобы тот разрисовал. Тоже можно. Эй, парень. Пойдёмся, Бангер. Я уже в голове у... Сэм, банановые блинчики с шоколадной крошкой готовы. Супер! Обожаю! Спокойно, не забудь сестре оставить. Это её любимые. А я, типа, блинчики не люблю. Иди скорее, Сэм, остывают же. Класс! Тако из блинчика. Что ты творишь? Ты серьёзно? Сэм! Привет, милая. Привет. Ты далеко? Нет. Прости, что опаздываю. Хотел поговорить с Сэм, но она меня игнорирует. Ненавидит, наверное. Она подросток. А ты опозорил её на глазах у парня. Конечно, ненавидит. Слушай, я позвонила, чтобы предупредить тебя о билборде. Обалдеть, какой огромный. Том Коул явно компенсирует свои комплексы. Оу, нет. Нет, милый, я о нашем билборде. А что такое с нашим билборде? Мы платим налоги, жертву. Добрее. Вандализм не одобряем. Ну, там, наверное, на камерах по-любому есть кто это сделал. Да не знаю. На видеорегистраторах машин, которые проезжают. Ну, даже если видеорегистратор. У видеорегистратора качество хуже, чем у нашей камеры. И наша камера бы даже не смогла запечатлеть. Ты что, там такая маленькая на экране точка, типа пятнышко, что-то рисует. Ну, спину увидели, и ладно, и что? Ну, это еще надо машин найти, которая там приезжала. Взять видеорегистратор. Плюс это ночь, там освещение плохое. Света не хватит камеры, чтобы это все зафиксировать. То есть, и камеры, которые четко направлены на билборд, тоже нет, чтобы это все запечатли. Так что, мне кажется, нормально, все обойдется. Стартуем на благотворительность. Я требую, чтобы вы нашли мерзавца и посадили его в клетку. Извините, не оставите нас на минуту. Спасибо. Милый, если бы всех, кто рисует члены, сажали, в тюрьмах не осталось бы места для убийц. Да, но найти-то его все равно надо. Понимаю, ты расстроен. Но постарайся об этом не думать. Думай о хорошем. О хорошем? О чем? У меня член во рту. Да. И ты отсосешь всех клиентов у конкурентов. Послушай, его никто и не заметит. На этой трассе очень оживленное движение. Да, да, согласна. Кто-то, наверное, заметит. Наверное, заметят все. Да. Но тебя никто не узнает. Да ну. Все будут смотреть на член. Теперь это билборд с пририсованным членом. А у кого он во рту, не обратят внимания. Билборд уже видели? Я чуть не умер со смеху. Мы его закрасим. Хорошая мысль. Вот. Может быть, все-таки изначально-то планировалось, что Ля Руссо будет на билборде. Оказывается, что Ля Руссо туда пририсовался. Билборд вообще другому посвящен. Как мы не сказали это слово, да? Это реклама контрацепции на самом деле просто такая скриптая. А Ля Руссо сюда пририсовали за чем-то непонятно. Приложи к ребрам лед. Спасибо. А почему мы... Ой, какой у него большой стакан сока. Я тоже сока хочу. А почему мы это не говорим, знаешь? Цензура на канале. Потому что видео-то выйдет рано или поздно на Ютубе. А если оно выйдет там, то мы вообще не можем это говорить. А если оно там выходит, то обязательно нужно подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, как те серии реакций и продолжать просмотр. Почему ты не говоришь, кто это сделал? Я позвоню в школу, тебя защитят. Будет только хуже, мам. Хуже этого? Да. Мне бы еще несколько занятий. Нет. Сенсей Лоуренс не виноват. Я просто не был готов. Больше никакого карата. Спасибо. Ты его не знаешь. Я знаю, что он неудачник. Никакой он не неудачник. Наоборот, он очень хороший человек. Ну, у человека проблемы в жизни. Ну, как бы... Я вам скажу, что у него проблемы с алкоголизмом. Но, да, проблемы в жизни определенно есть. Не сложилась дорожка. Да. То есть, ну, всякое в жизни бывает. Не, как сказать, мы вроде бы... По-разному переживаем все. Как это сказать? Мы творцы своих судеб, но не все можем сотворить. Ауф. Кто это? Мистер Лоуренс. Это мисс Дженкинс, замдиректора школы, где учится Робби. Мы общались пару месяцев назад. Да, что-то такое припоминаю. Простите, что прерываю ваш грандиозный сплав на каноэ. На каноэ? Я только приветствую тесное общение отца с сыном, но в вашей записке речь шла о двух неделях, а прошел уже почти месяц. Робби уже месяц не ходит в школу. На реке легко потерять счет времени. Я сама выросла в дельте Миссисипи, но если ваш сын не вернется в школу на этой неделе, придется оставить его на второй год. Чего же смущает, что он такой... Что он удивляется? Уже месяц не ходит в школу. Он такой, ну вы плаваете. По-моему... Как будто бы батя сам в шоке, да? Ну как бы... Ну не как будто бы. Но он даже не пытается его прикрыть. А она такая, да, да, вы плаваете. Ну может она... Ладно, вот знаете, это если бы он был отличником каким-нибудь, да, такой успешный парень, она бы такая, да-да, он не может обмануть, поэтому я сразу во все верю, поэтому я на вашей стороне. Но он же там типа прогульщик, двоечник, и его постоянно возят к директору. Поэтому, мне кажется, у нее сразу должно быть мнение того, что он какой-то, ну, обманщик или что-то он придумал. Он такой, вы точно там плаваете? Она должна как бы с нагоном, мне кажется. Да-да-да, а не так, что она его еще покрывает. Он вернется, не переживайте. Мистер Лоуренс. А, черт. А его самому поливать, он такой... Короткий диалог. Ладно, потом, встретитесь, увидитесь, вернется. Как будто собака вышла погулять. Сэнсэй, мама запретила мне тренироваться, но есть идея, если приходить в Додзё перед... Я не понял, парень, Додзё больше нет. Я закрываюсь, все кончено. А как же я? Вы нужны мне. Прости, парень, мне некогда. Чего тебе некогда? Куда ты пошел? В тылку пива покупать. Привет, свинка. Поросятина! Привет. Как настроение? Видео стало вирусным. Сама как думаешь? Свинка Чита. Они злые, но у них короткая память. Скоро забудут. Да. Вот только я не забуду. Куда они же рыбки? Буквально пять секунд, и все забыли. Привет, мисс свинка. Вот она моя девочка. Привет. Привет. Что с тобой? Ничего. Я взял билеты в кино. Не хочу силой тебя тащить. Я сам хочу. Но ведь фильм про любовь умирающих подростков. А я как раз обожаю трагедии. Правда? Обещаешь не смеяться, если я вдруг расплачусь? Я не сплачусь. Ладно, мне пора в класс. До вечера. Жду, не дождусь. Я тоже. Всегда удивляюсь, когда вот так показывают, типа, телефон. Я думаю, у них зрение минус сто. Зачем такой огромный шрифт? Буквально два слова на целый экран. Чтобы камера видела, понимаешь? Ну, давай же, Сэм. Ты что, заказал ланч на всех? Нет. Там парень привез заказ на сто сосисок. Можно взглянуть на чек? В чем дело? Это от Коула с Ван Найс. Том Коул, сукин ты сын. А в комментариях к заказу сказано, что ты любишь длинные и толстые. Может, Коул и разукрасил билборд? Так знать. Зато у нас бесплатный обед. Что-то есть не хочется. Ладно. Круто, что жена на позитиве. Что бы ни произошло, она такая, ну, смотри на это с обратной стороны. Привет, как у вас дела? Покажите. Ну, не буду брать на верхотуре, страшновато. Это мой кузен? Дай трубку. Привет, брат. Чудесный день в долине. Мы с Анушем хотели по пиву взять. Шучу. Покажи мне билборд. Смотри. Мы уже кое-что сделали. Почему вы не начали с центра? Ты что, никогда ничего не красил? Чтобы краска легла ровно, нужно начинать от края и идти к центру. Мы и так торчим тут, как охотники за привидениями. Чего тебе еще? Видишь, с кем приходится работать? Закрасьте уже эту гадость! Закрасьте, не волнуйся. Все будет в ажуре. Так, дальше будем делать, как я скажу. Черт, я вляпался в собачье дерьмо. И ты как собака сюда забралась? Опа. Опа. Клевая телка. Но задница не своя, да? Да ты чё? Офигенный бампер. Первоклассные, полностью органические, безглютеновые, безсиликоновые булки. Простите, что помешал дрочить. Какого чёрта стучать не учили? Я пять минут стучал, но у вас бумбокс так орёт, что вы не слышали. А бумбокс это что? Что за дрянь у тебя на лице? Это усы. Чего припёрся? Из школы звонили. Сказали, мы сплавляемся по реке. Но я же не знаю, чем отец с сыном обычно занимаются. Пришлось фантазировать. Можешь в следующий раз сам выбрать, куда мы не поедем. Сейчас речь не о наших отношениях, а о том, что тебе надо учиться. А не с этими полудурками зависать. Да пошёл! Сам пошёл. Мама дома? Хотя о чём я? Конечно, нет. Уже три. В барах счастливый час начался. Не смей. Не говори так о моей матери. Слушай, я всё понимаю. В школе сколько смертно. Но надо думать о будущем. Да ну? Чтобы открыть школу каратэ в занюханном зале, когда вырасту? Не обо мне речь. Из тебя ещё может что-то получиться. Как из твоего приятеля Ларуса? Приятно, наверное, побеждать. Как знаешь. Учись, не учись, мне плевать. Вот именно плевать, иначе не стал бы так долго ждать. В школе позвонили только утром. 16 лет прошло. Я не вернусь в школу. Хватит. И мама не возражает. Так что всё путём. Свободен. Что ж ты про маму-то не врёшь в школе своей? По поводу. Ну, почему он говорит, что с отцом сплавляюсь? Ну, наверное... Ну, кстати, да. Ну, потому что, наверное... Вот не надо отцом прикрываться тогда в школе, раз тебя батя не устраивает. Потому что мужицкая, наверное, тема. Типа, с мамой, наверное, не сплавляются сыновья. Почему? А какая мама? Не, ну, кстати, по факту, по факту, реально, ему по-правильному поступить было сказать так. Сам врёт? С мамой. Про папу. Папа приходит, нагоняет, как бы... Ты ещё и огрызаешься. Как вариант ещё. Можно, раз мама не против, могли бы тогда вообще, ну, забрать документы и гуляй, иди работай сразу. А чё, зачем прикрываться не ходьбой в школу, если мама всё равно разрешила не ходить? Чё-то какая-то глупость. И всё? Крате больше не будет? Видимо, нет. Может, оно и к лучшему. А то у тебя уверенность в себе росла. Разве это плохо? Да. Уверенность не приносит ничего, кроме фингалов и брошенного в мусорку рюкзака. По-моему, круто, что ты дал отпор Кайлеру. С ума сошёл? Один вопрос. О какой супергеройской способности все мечтают? О суперсиле? Невидимости. Неверно. О невидимости. На втором месте... А я просто логически подумал, он начал о суперсиле, и я такой думаю, о какой бы суперсиле мечтал тот, кто не хочет нигде встревать, и чтоб его не видели. Наверное, невидимость. Просто логически. Суперскорость. Чтобы убегать быстрее. А откуда бы убегать? А потому что быстрые ноги... Чего не получит? Того. Откуда? Правильно говорить, откуда. Ты что, в школе не учился? Мы уже уходим. Куда пошёл? Глянь-ка на этого урода. О, вот чёрт. Да такого ни одна девчонка никогда не поцелует. Гадость. Отстань от него, Кайлер. Ты опять... Что ты сказал? Тебе что, мало, Рия? А? Нет. Катись отсюда к чёрту. Ты чё ненормально уже, а? А тебе эта дрянь не нужна? Нет, только не в мусорку. Я выбросил... Туда йогурт. Рюкзак под соусом. Какой ты жестокий, Кай. Боже, нет. Тупицы. Горской неудачников. По-моему, он чуть-чёрт. А ты его любишь. Вот и хорошо, что ты это увидела. Да, ты потом будешь оправдывать его и говорить, какой он замечательный, какой он классный, какой он лучше всех. И вот это вот всё, потому что... Потому что ты его любишь. А потом будешь батя ещё доказывать. Это он не со зла. У него просто рюкзак чем-то воняет, а в йогурте вкусно пахнет. Поэтому он кинул, чтобы дать аромат йогурта. Это же полезно, что он не со зла. Я сплакался. Ну, на самом деле, рюкзак не так сложно отмыть. Ну, во-первых, когда как? Если прям... Ну, его рюкзак, он такой, знаешь, типа как в сеточку и плотный. Я думаю, его не сложно отмыть. Но всё равно это надо всё достать, потом в рюкзак кинуть в стирку, потом высушить, и ещё, возможно, он не сразу, с первого раза не отстирается. Ну, его тоже в школе можно было отмыть. Всё-таки йогурт, это кислое молочное, ну... Так какая разница? Мигги! Сюрприз! Я поменялась сменами. Сходим на нового Человека-паука? Чтобы я не пошёл на карате? Не дуйся. Я разрешу высыпать МНДМС в попкорн. Опа! Я хочу домой. С козырей зашла, слышишь, да? С козырей. Я тебе как МНДМС в попкорн. Ну, мать ты, конечно, жжёшь. Ну, надо было постепенно... Жестит что-то, да? Надо было постепенно как бы наращивать. Сначала сказать, ботинки можешь одеть, носочки одеть, а потом уже МНДМС. Что такое? Ладно. Поедем мы? От Человека-паука отказываться, конечно. Осуждаем. Когда он придёт, не упоминайте, пожалуйста, Билл Борд. Это его больное место. Простите, что опоздал. Сумасшедший денёк. Вы, наверное, видели... Не видели. Итак, маркетинг. Не терпится услышать ваше предложение. Мы уже пару месяцев думаем над сменой рекламного имиджа. Во-первых, должна сказать, нам гораздо проще работать с компанией, у которой уже узнаваемый бренд. Выдумка про каратэ. Великолепно. Но это не выдумка. Мы ссылаемся в рекламе на каратэ, потому что раньше каратэ в долине было как футбол в Техасе, а Дэниел был чемпионом. То же самое с бунсаем. Для меня это личное. Но, если это считают выдумкой, наверное, лучше сменить. Том Коул не прибегает к таким фокусам. А, знаете, Бобби как раз снял для Коула нечто в этом роде. Поищите в общем доступе. Только не говорите ему, что мы вам показали. С вами патриот Том Коул. Когда я не сражаюсь с ненавистными британцами за вашу свободу, я сражаюсь за то, чтобы сделать вам самые выгодные предложения. Я люблю землю, которую мы зовем домом, и поэтому дарю каждому новому клиенту устойчивый к засухе кактус. В эти жаркие дни ответственные люди заводят только это растение. Сильное американское растение. От сильного духом американца, от меня, Тома Коула. Коул на Ван Найс. Пооружайтесь автомобилем здесь. Я что-то не понимаю. Они сначала такие кичились, типа, блин, рекламу мы сделали такую грудную, сейчас покажем. Показали и такие, как будто фейспаум сломили. Да, как будто кринж. И такие закрыли. А зачем вы кичились, если кринж ловите со своего же проекта? Или типа плагиат, то, что у него бонсай, а у этого кактус? Ну, это не плагиат, наверное. Ну, пародия какая-никакая. Ну, типа, да. Мы свяжемся. Это что касается внутреннего аудита. Внешний же аудит, несомненно, похож на него, но, как ты понимаешь, там гораздо более высокие ставки. Тебе точно со мной не скучно? Нет. Нет, нет. Все это очень увлекательно. Обожаю цифры. Они... В них есть все, что нужно. Они даже сексуальны. О, черт. Здравствуй, Джонни. Какой приятный сюрприз. Я звонил восемь раз. А потом стал обходить все местные заведения. Будь добр, Пиджей. Займи нам столик пока. Я тоже скоро подойду. Договорились. Между прочим, я хочу заказать дюжину острец. Какой ты предусмотрительный. Позвольте. На кой черт ты притащился? Могу спросить тебя о том же. Ты должна быть дома с нашим сыном, а не разводить зануду на бесплатный обед. Чтоб ты знал, я пришла сюда устраиваться на работу официанткой. Ну да, как же. Дайте анкету, Шеннон. Заткнись, Терри. Ты в курсе, что наш сын прогуливает школу и курит в твоей квартире травку с какими-то отморозками? С ума сойти. Ты впервые в жизни. Действительно знаешь, где находится твой сын. Поздравляю. Милая. Неужели они в оконцове сделают что-то из разряда того, что он, как сказать, добьется верхушки, как сказать, как достойный человек. У него будет, например, бизнес, успешная школа, типа адекватная жена, ребенок там, да, любящий, не знаю, как-то он со всеми, возможно, помирится, сконнектится и создаст реально хорошую семью. Может, они к этому ведут, поэтому показывают так жестко проблемы, с которыми он будет справляться. Мне кажется, такое... Готов. Иду. Простите, мы хотим пообедать. Надеюсь, вы не против? Учти, она под тебя не лежит, если не купишь десерт. Хорошо, я дам вам закончить. Подожду за столиком. Да уж, дай закончить. Ладно, я сейчас теремесу закажу. Я тоже так подумала. Ты что, позволишь Робби бросить школу? Он совершенно перестал меня слушаться. Тогда пусть поживет со мной, я с ним справлюсь. Ну, конечно. Уж кто-кто, а ты о нем позаботишься, ведь ты у нас образцовый отец. Я хотя бы не махнул на него рукой. Пошел ты в задницу, Джонни. Ты давным-давно бросил нас. Давным-давно. Это я была рядом, когда он заболел мононуклеозом. Это я была рядом, когда он сломал руку, катаясь на скейтборде. А где тебя, черти носили? Но сейчас-то я здесь. Только уже слишком поздно, Джонни. Ты поздно спохватился. Все нормально? Ну, лучше поздно, чем никогда. Говорят, здесь лучшие яблочные брауни в городе. А гости вашего отеля высоко оценят стереосистему. Вы хотите весь парк автомобилей сразу заменить или частями по нескольку машин? Классная тачка. Только прочтите мелкий шрифт перед покупкой. Хозяин салона навязывает дополнительные услуги. Тюнинг, удлиненную гарантию. Деньги тянут за все, что только можно. Привет, Дэн. Я вас оставлю на минутку. Выпейте пока чаю с шариками. Анжела, угости даму, пожалуйста. Ой, фу, вот этот вот, конечно, я вообще такого никогда не принимаю, не одобряю. Пришел в чужой бизнес, и давай тыкать на все эти недостатки. Ты, если свой бизнес не можешь, как бы, показать преимущества и привлечь клиентов, не надо в чужой бизнес лезть и сразу подсирать. Реально, да, тем более перед покупателем. Ну, блин, вообще... Покупатель, наверное, сам делает выбор, куда ему идти и что покупать. Понравились условия, пришел. Его тут обслуживают, как бы с ним разговаривают, делают продажи те же самые. Если клиент, ну, не прочитал, это проблемы клиента. Какую-то штучку с шариками предлагает вкусную. По-любому вкусную. Хочу так. А он пришел, и давай сразу клиентов отгонять. Такой вообще мерзкий тип этот ваш для руссо. Как пообедал? Кончай придуриваться. Я видел твою новую рекламу. Правда? И что скажешь? Даже не знаю, что мне понравилось больше. Воровство моей идеи с растением, намек на то, что я не берегу воду, или предположение о том, что я не патриот своей страны. Знаешь, что патриотично? Свобода слова. И, кстати, я делаю то же, что и ты. Я, конечно, никакой не солдат-революционер, но и ты не патриотист. Вообще-то... Сериал Netflix. Чё, подождите. Чё, подождите. Я не знаю, откуда это вышло. А как это? Это что такое? Это на другой странице почему-то открылся каратэ. Вот такого брака. Сейчас, возвращайся. Я двукратный чемпион долины. Ух ты! Слыхали, ребята? У нас тут двукратный чемпион по карате. Наверное, испугаться можно. Ау! Не обижайся, Дэн. Я же просто дурачусь. Хочешь чаю с шариками? Анжела, налей Ларусы чаю. Нет, спасибо, Анжела. Слушай, я пришёл попросить тебя не цепляться ко мне. У меня сейчас и без того проблем хватает. Сочувствую, да. Я вижу, порой даже лучшие не выдерживают конкуренции. Послушай, долина достаточно велика для нас обоих. Согласен? Может, всё-таки чаю? Нет, не стоит. Обойдусь. Как хочешь. Ты, наверное, сыт. Такой огромный член проглотил. Классный билборд! Ой, 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 ой! Ну, хорошо было. Плохо было. Вот, э... Это непрофессионально. Это, это... С его точки зрения? Ну, да. Я с тобой. Вообще, в целом, это непрофессионально. Ну, ты деловой человек, ты в пиджаке, в костюме. Ну, что ты распускаешь свои ноги, а? Подожди, давай разберёмся ситуацию. Давай. Некрасиво было со стороны Ля Руссо приходить и при покупателе, да, уже нагонять на владельца. Но он почему бомбанул? Этой фирмы, куда пришёл покупатель, уже покупать. Но он почему бомбанул? Потому что ему отправили вот эти сосиски из-за билборда. Ну, подожди, одно дело отправить сосиски, это как бы такой косвенный подкол, да? Ну, просто похихикать можно. А другое дело прийти и откровенно как бы принизить конкурента при покупателе. Я считаю, это хуже. Да, это... Подожди. Если бы он лаконично как-то подстегнул, типа, я не знаю, отправил ему гору кактусов и сказал, держи, патриот, или что-то такое. Ну, типа... В ответ. Посимпатичнее было бы. Некрасиво с его стороны, что он это делал при покупателе, но если бы он отвёл его в сторону, и они поговорили, это было бы лучше. Лучше, определённо. Вот. Но и тоже... И какая ему... Ну, кто он такой, чтобы вникать в чужой бизнес и говорить ему делать эти, как его мелкие шрифты, или продавать или не продавать тюнинг? Ну, извини, иди строя свой бизнес. Я думаю, что наедине он бы по-другому сказал. Ну, ладно, и чё? Плюс. Тот чувак, который сзади с кофе, или с чаем, я не знаю, с кофе, наверное, тоже хорош. Он такой ха-ха-ха, карате, ха-ха-ха, бла-бла-бла. Ну, и чё? Вот именно, что он на словах это только понимает. Понимаешь? Я считаю, что если... Они почти на мирниках расстались, понимаешь? Тот уже собрался уходить, а тот ему ещё и в ответку подколол перед уходом. Я считаю, что если перепалка идёт на словах, она должна продолжаться на словах. Ты как, ну, всё-таки... Ну, а ты чё? Вот у тебя язык не подвешен. А он просто показал, что он каратист реально. Пусть языком карате своим занимается. Ну, то есть не надо перегибать палку и размахивать ногами и руками, если перепалка на руках. Если у тебя недостаточно в голове извилин, чтобы ответить как-то колко-остро в ответ, и ты единственное, что можешь, это поднять свои ноги и руки. Ну, и всё тогда. Ты уже проиграл этот бой. Ты если уже встреваешь, поднимаешь руки и ноги в битве слов и интеллекта, ты уже проиграл, я считаю. Это не битва слов и интеллекта. А чё? То, что он... Ну, то, что тот чувак обидел его, скажем... То, что его вывели из себя просто словами, я считаю, что это победа. Я вот его понимаю. Они такие, ха-ха-ха, ты каратист. Но он показал, что он каратист. Ответил за свои слова. А он такой... Делом. А он такой, ха-ха-ха, ты патриот. И он ему, на тебе ножом сразу в сердце. А чё? Он же с этим, как его, с ружьём, со штык, ножом на пике. А чё нет? Вот так оно и работает. Он показал, что у него есть этот пик. Не знаю я. Я, короче, я могу понять для Руссова, что он ногой снёс ему кофе. Понять можно. Ну и проигрыш его признать, я считаю, тоже можно. Ещё и монтировать. Прикинь, паузу случайно. Вместо паузы... Стоп. Не понимаю. Врач ведь сказал, есть шанс, что это поможет. Позволь мне отдать тебе одно лёгкое. Нет. Это слишком рискованно. И потом, ты уже отдала мне сердце. Так трогательно, правда? Так трогательно, правда. Его вообще не обязательно смотреть. Что с тобой? Я видела твою выходку в библиотеке. Вообще фу. Ты про Рею Нику Басненького? Да я просто прикалывался. Мы друзья. Всем бы таких друзей. Дурак, что ли, блин? Чё? А вы точно умеете с девушками общаться? Но она ему такая, типа, отстань, она сидит вне настроение, и он начинает к ней лезть. Ну, конечно, по щам получит. Лонна думает, что заденет её эрогенные зоны, и она смягчится. Так ведь это работает. Ну, он думает, да. Сэм! Правильно, молодец, красава. Я встала. Перестань. А она же каратегёрл ещё. Точно, точно. Стеклапа есть решили, дать нам. Это конец. Только не закрывай дверь. Понимаю. Меня не было рядом, когда я был нужен ему. Я подвёл его и тебя, наверное, тоже. Я понимаю, что спохватился поздно, но этот парень единственный, кто не махнул на меня рукой. Я тоже не хочу от него отмахиваться. Он типа увидел взаимоотношения с отцом и перенёс это на этого пацана. Возможно, в дальнейшем он выйдет, женится на ней, и он станет его отчимом. Прикинь. Как тебе такой замут? Ну, на самом деле, я думала, что он такой мой сынок. А тут какой-то не мой сынок. Не мой всё себе? Болтать не умеешь? Не мой. Ну... Ну, те уже просто пропащие слишком, понимаешь? Тех уже не смотришь. Их просто нам показали мерзкими и слили. Это как-то неожиданно было сейчас. Я, конечно, ошибся. Но если ты позволишь ему вернуться, больше я его не подведу. Обещаю. Пожалуйста, подумай об этом. А ми ми густа. Ми густа. Ми густа — это мем такой. Там, такого порта чувак с такими обкуренными глазами улыбается. Это ми густа. Мы такой знаем. Она говорит, мне нехорошо. Она говорит, мнение не ми густа. Будешь переводить? В смысле? Есть ли сейчас у Кти? Вот же есть. Вот, форсированный. Ну, подожди. Тихо, назад. Сейчас будет. А ми ми густа. Ну, не нравится. Я же сказал, не нравится. Нравится, нравится. Не нравится. А, нравится. Дети, завтракать. Подожди, он сказал, не нравится. А ми ми густа. А, нравится. Что тебе непонятно было из трех слов? А я прочитал. Он не нравится. А там мне было. Он мне нравится. А я вот. Дети, завтракать. Ну, потому что ми густа, понятно ж. Чисто с нее ми густа. Да ладно. Все еще злишься на Коула? Нет, я с ним разобрался. Еще бы с дочерью помириться. Она не будет злиться вечно. Привет, приятель. Сухой английский маффин? Мы что, в Афганистане? Хочу буррито. Ты не в ресторане. Ну, сори. У меня, короче, была знакомая, которая всегда ела только креветки в кляре. В смысле, по жизни? Ну, богатая какая-то. Всегда, где была возможность, она всегда ела креветки в кляре, типа в кафешках там вот. И всегда устраивала, типа, недовольство, когда в кафе или в ресторане не было креветок в кляре. Она такая, типа, что это вообще за место такое, если здесь нет креветок в кляре? Ну, у меня то же самое с Цезарем. С салатом. Фу, что это за заведение станет в Цезаре. Где нет Цезаря? Доброе утро, милая. Доброе. Что, сегодня банановых блинчиков не будет? Смеешься? Я как раз собирался замесить для них тесто. Мы же не в ресторане. Жуй свой маффин молча. Понятно, кто здесь любимый ребенок. Мы поняли, кого мы любим, а кого мы просто хейтим. Чисто я, мое лицо. Слушай, Сэм, в выходные опять будет жарко. Может, пригласишь Кайлера искупаться? Кайлер к нам больше не придет. Сочувствую, дорогая. Какая жалость. Не надо так явно радоваться, папа. Что? А кто радуется? Никто не радуется. Смотри, какое грустное лицо. Очень, очень грустное. Блин, так надо было, чтобы он ей этот сказал. А Кайлер что, помер? Жесткая шутка? Жесткая, давай. О, пришел, пришел. Мама разрешила тренироваться. Правда? Да. А не если вы не закрыли Додзё. Пока нет. Но сначала ответь. Готов перейти на новый уровень? Да, сэнсэй. Тебе начистили морду, потому что ты не умеешь защищаться. Я научу тебя лучшей защите на свете. Лучшая защита. Нападение. Это нападение. Так-то лучше. Доброе утро. Эй, парни. Вы отлично поработали. Эй, Дэниел, смотри, что мы нашли. Что такое? У Билборда много таких валялось. Это тот, с кем ты вместе учился? Сукин сын опозорил нашу фамилию. Неужели ты это проглотишь? Луи, уймись. Не надо. Ой, ну это вообще как бы не аргумент. И чё, у Билборда много таких валялось. По всему городу, судя по всему, много валяется. Даже сын нашел такую где-то под мостом. И чё? Ну, на то они и листовки, их вот так разбрасывают везде, повсюду. Клеят, они ветром сносятся. И всё, и везде находится. Мало ли, какой бомж вообще их раздавал. И там выкинул где-то недалеко. Тоже мне аргумент нашел. На меня успокаивать. Сначала я посмеялся, но это уже не смешно. Тут затронута честь. Что мы с ним сделаем? Что мы с ним сделаем? Что мы с ним сделаем? А это мы уже узнаем в следующей серии. Блин, прикольная серия. Да каждая серия крутая. Вообще хороший проект. Очень-очень нравится мне этот сериал. Я вот думаю, да. По сути, здесь на производство сериала, мне кажется, не так большой бюджет потратили. Тут вообще, ну, ничего же такого нет. Просто показывают город, там одни и те же локации. Просто снимают школу, заброшенное там здание, дом плюс-минус. Но герои очень проработанные. Да, и вот, казалось бы, при таком небольшом бюджете, на мой взгляд, очень хороши. То есть и сценарий, и съемка, и кадры хорошо подобраны, и свет там, да, и актеры сами по себе хорошо. И вообще так классно, приятно смотреть. Очень. А иногда вот смотришь... И так легко, знаешь, типа, вот это время, оно не тянется долго. Оно вот так пролетает быстро, и тебе, типа, прям захватывает каждая серия. А бывает вот проект, миллионы на него вкладывают, там, десятки, сотни миллионов, а он на выхлопе говно просто несмотребельно. А вот здесь вот прям хорошо, мне это прям нравится. Да. Я тут что-то торчит, не понимаю, что. Каратист, это пацан, короче, каратист, к нам вернулся. Мутки мы за мутки семейные тоже разруливаем. На билбордах непонятно что рисуем. Что теперь будет с нами, мы не знаем. Как Ларуса вот это что сделает. А, ну да, да. Ну, опять на махач вызовет, скажет, давай махаться. И всё. Блин, мне всё-таки интересно, кто придёт к нему ещё в школу. Потому что я ставлю, но вот этого дразнилку, как его... Ну, вот этого парня, вот этой девочки. Ну, на ботаников можно поставить. А, Сэм, сама... Ботаников можно поставить. Может, даже сама дочка Ларуса придёт. Ну, вот давай так. Будет необычно, если это будут хулиганы. Ага. И будет... Будет по-хорошему, если придут его другальки, вот эти вот ботаники. А дочка? А дочка будет вообще нормально, кстати. Нормально. Ну, короче, прикольно. Дочь конкурента ходит не к бате тренироваться, а к его сопернику. Да. Ну, прикольно. Анна, спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе рякция. Залетай в телеграмму, ставь общение, анонс. Подписывайся на бустеры, а не доступа, а эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока. Пока.